Он мне сказал, если ты похудеешь за два месяца на 20 килограмм, мы будем вместе. Четыре шоколадки за раз белого шоколада съесть, типа того, и мне было классно молоком запивать. Всем привет, меня зовут Полина, мне 24 года, и я сбросила 40 килограмм. Мой максимальный вес был 105 килограмм, мой сейчас рост 160, а вес получается 65, но он варьируется где-то 62-65, чуть больше, чуть меньше. Все детство я была обычным ребенком, совершенно не пухлым. Я начала поправляться, наверное, когда был переходный возраст. Я весила в девятом классе 56-59 килограмм, и так продолжалось до 11 класса. У меня был стресс, у меня умер дедушка, у меня было поступление, переезд в другой город, и уже к концу второго курса университета я весила 105, вот так где-то. Я ела, я не то чтобы ела, я заедала не только стресс, но это превратилось в то, что я заедаю еще что-то хорошее. То есть, если у меня что-то хорошее случается, я ем на радость. Но это вот такие эмоциональные именно, голод какой-то постоянный. Это невозможно описать, это как в шутках, ты моргнул, и ты уже ешь пятый килограмм соседей, я не знаю, вот типа того. Классные 19-20-21 год, они прошли в еде, так скажем. Я, наверное, аж раз в шесть могла поесть, сколько угодно. То есть, ты прям-таки хорошая, да? Да. Моя любимая еда, она и сейчас остается, но, конечно, она чуть-чуть поменялась, это бутерброды. Иногда я думаю, что я Джейк из «Времени приключений», который вечно делает странные разные бутерброды. Легкая еда, фастфуд в основном был. Моя мама кондитер, 4 шоколадки за раз белого шоколада съесть, типа того, и мне было классно молоком запивать. Я носила леггинсы, потому что это удобно, но еще они не рвутся постоянно, как, например, джинсы. Это даже основная почти причина, почему я начала худеть, чтобы красиво одеваться. Довольно тяжело найти хорошую одежду. Нужно, чтобы это на тебя налезло, в первую очередь. Тут я весила, наверное, где-то 85-80 килограмм в них. Вот такие. А все остальные мои штанишки я отдала в благотворительный магазин. Я не знаю, что было у меня в голове, но самый главный комплекс был мой пятый подбородок. И чтобы его скрыть, это было ужасно. Сейчас вспоминаю. Я носила шарфик. Зима это было, или лето. Я носила шарф. Почему-то все полные девушки стараются быть худее, чем они есть. И, например, у тебя намечается свидание. Но, конечно же, парню ты не сказала, что ты немного на 20 килограмм больше, чем ты есть. И фото ты скидывала так, какие-нибудь там глаз или полтела, или я не знаю. И было очень страшно ходить на эти свидания. В плане... У меня было такое, что парень однажды, буквально мы погуляли 15 минут, и он сказал, ну все, пока, мне пора, мне нужно ехать, там моя кошка тонет, типа того. И он убежал, и все. Мы больше не общались, он не заблокировал везде, и все. Все знакомые пошли гулять. Классный летний вечер. А меня никто не зовет. Мои друзья думают, что я никогда не плакала, но я постоянно рыдала, очень часто. Чем больше был вес, тем больше я рыдалась. Я лежала, смотрела ТНТ, и такая... И просто начала реветь. Вот это был один из тех дней, когда я решила, что все, я буду худеть. Я ходила по врачам, но это, наверное, больше... Мои родители меня подтолкнули, потому что их, наверное, шокировало то, что со мной происходит, то, что всегда девочка была худая, а тут вот так. И они решили, что у меня проблемы со щитовидкой, сдавала кучу анализов, платных, бесплатных. У меня полностью все было в порядке. Все, что мне рекомендовали, это просто диету. Я всегда верила, что меня спасет какая-то одна таблетка, которую ты примешь, и все, и ты похудеешь. Но нет. Кстати, насчет каких-то таблеток. Вот у меня был один случай. Я пробовала слабительное даже. Ну, то есть, диеты такие. Есть же девочки сидят на каких-то слабительных. Я решила, я попробую. Это ужасно. Не нужно это пробовать. Моё худение началось с того, что я пошла в клуб правильного питания. Я должна была приезжать с 7 утра до 11 на их штаб-квартиру. Мы пили коктейли, какие-то чаи, обсуждали, кто на сколько похудел, взвешивались. И так продолжалось где-то полгода. Ну, мы там писали дневник питания. Я решила, что я смогу, в принципе, худеть сама, потому что это все-таки стоило не маленьких денег. И начала худеть сама. В тот момент уже сбросила 15 килограмм. И решила дать ей передышку. В общем, я встретила парня. Мы с ним пару раз погуляли. Он сказал мне, что я очень классная, смешная. Но он мне сказал, если ты похудеешь за 2 месяца на 20 килограмм, мы будем вместе. Я не ела сладкого мучного картошки. Я ни за что в жизни бы не съела кусок хлеба. То есть, если бы приставили пистолет, я бы в жизни его не съела. Не было чего есть. Я могла есть просто кусочек сыра. Или качан капуста сидеть есть. То есть, я очень строго следила за этим. Занималась спортом. Каталась на скете. Решила, что не нужен спорт. Бегать я тогда не любила. Я похудела на 20 килограмм. Мы с ним побыли, конечно, вместе там буквально месяц. И расстались. В общем, я поняла, что нужно худеть не для кого-то, а для себя, наверное. Вы легали сейчас? Да, думаю, да. Стоит создавать такую шоковую ситуацию, чтобы человек немного задумался. Были срывы. В основном эти срывы были, когда что-то получалось. Типа, ну я же похудела. Можно себя похвалить куском торта. Потом еще сброшу. Где один раз, там и второй. Где второй и третий. И так уже, ну и ладно, с этой диетой, ну и все. И ты обратно возвращаешься. Легко набрать тот вес, который ты недавно сбросила. Это намного быстрее, чем худеется. И это того не стоит. Я думала об этом вопросе, про буллинг. У меня его никогда не было. Потому что было один раз в школе. Мальчик попытался как-то меня подколоть. Я не знаю, можно это говорить или нет. Я засунула ему тряпку для мяло в рот. И больше никогда такого не было. На самом деле, моя полнота заставила меня как-то выкручиваться в таких ситуациях. Нравится людям по-другому. То есть, если не внешностью, я, можно сказать, прокачала юмор. Наверное, я даже, можно сказать, рада, что я была полной. Потому что я достаточно стала смешной, более развитой. Не знаю, как-то я поднимала всем настроение. Наверное, как стереотип есть, что толстый человек, смешной человек. Такой, типа, добрый. Очень много людей смотрит на обложку. То есть, на твой внешний вид. Когда ты немного худее, то есть, ну, либо худее, новое знакомство заводится на раз-два. Все видят, что ты приятная, хотят узнать себя глубже. Как бы кто ни говорил, это отталкивает очень сильно людей. Это никто не отвернулся. Это не та ситуация, наверное, в которой отворачиваются именно друзья твои. У меня всегда были парни. То есть, и в 105, и в 90 было внимание от парней. Я, честно, не знаю почему. Я всегда им нравилась. То есть, меня это не смущало. Это, по-моему, и секс в большом городе. Если девушка не очень симпатична внешне, то им не нужно соответствовать. То есть, парню комфортно, и он хорошо себя чувствует. Не нужно быть ему, он не старается быть лучше. Он такой, какой есть, ему комфортно. Вот, наверное, из-за этого они выбирали меня. То есть, ну, зона комфорта. На моем теле, да, есть растяжки. У меня, например, нету открытого купальника. Все мои купальники закрытые. Потому что еще остались комплексы. То есть, сейчас не могу сказать, что мне все еще комфортно. То есть, есть какие-то комплексы. Например, я не могу носить топики. Потому что, я могу рассказать, почему. Мне не нравится, как выглядят мои руки. То есть, я, конечно, попробую как-то, вот, наверное, с тренером далее что-то изменить. Но, вероятнее всего, из-за моего огромного веса, ну, в прошлом, то есть, мне придется хирургически, то есть, корректировать это все. Сейчас я, например, стараюсь, если есть вариант пойти по лестнице, а не поехать на лифте, я иду по лестнице всегда, неважно какой-то этаж. Ну, то есть, минимально вносить в жизнь вот спорт какой-то, хоть минимальный. Тогда я не могла, да, одышка была постоянно. Там, на третий этаж подняться, все, как... Мне 19 лет, а я задыхаюсь. То есть, это очень странно. Уверенности появилось больше, ну, вот, именно сейчас, как я выгляжу. Именно уверенности. И из-за этого именно комфорта тоже больше стало. Еще недостаточно. То есть, я думаю, что мне еще килограмм 7 нужно сбросить. У всех разные особенности. Наверное, действительно бывают такие люди, которые не могут похудеть из-за здоровья. Но в основном это все отговорочки. У меня кость широкая, когда ты даже не пытался. Действительно нужно постараться и попытаться. 40 килограмм, вот они. Я сбросила целого человека, наверное, из себя. Дополнительного. Я не... Я пересматриваю старые фотографии. Я не верю, что это была я. Быть молодым и похудеть почти в два раза, это очень клево. Можно комфортно себя чувствовать. Быть собой и классно одеваться. Не знаю. У меня не знаю. У меня нет. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...